привет друзья привет мои дорогие подписчики сейчас я буду делать творожную запеканку такую как детском садике хотя если честно в детском саду нам давали запеканку из макаронов поэтому она мне абсолютно не нравилось а сейчас будет настоящая творожная запеканка с изюмчиком очень вкусная и рецепт очень простой у меня творог в этот раз не используют 9 процентов живности турах уже достаточно мягкий это не домашний творог который нужно хорошо разминать он уже до нас был прекрасно размер здесь я запарил изюмчик очень хороший и ценный отвар из изюмчика я его аккуратно переливаю в новую посудинку добавляя немного молока чтобы температура понизилась сюда высыпаю манку здесь приблизительно 5 столовых ложек без горки манки вот таких 1 2 3 4 5 или 6 и размешиваю главное чтобы сироп или молоко было не горячее чтобы манка не взялась комочками пару минут манка будет разбухать мой домашний ванильный сахар я просто взял пакетик ванилина и смешал его с обычным сахаром добавляю его сюда сода соду я обязательно просеиваю через сито и перемешиваю чтобы сода была во всем объеме творога здесь 150 грамм сахара я пока высыплю почти полную эту чашечку немножко оставлю и попробую если сахара достаточно я добавлять больше не буду рецепт творожной запеканки я сам не придумал я недавно познакомился с поваром который работает в школе они детском саду и он угощал меня несколько раз своей запеканкой я такой вкусной запеканки не ем еще никогда в жизни я правда и вообще редко ела она была настолько нежная воздушная вкус был просто космический и теперь по такому рецепту я тоже сейчас запеканку и показываю вам сметана яйца яйца я не разделяю на белки и желтки не взбиваю абсолютно все лишнее запеканка снова поднимется а потом слегка сядет я вам покажу секрет как сделать чтобы запеканка оседала меньше слегка сбрызну пергамент растительным маслом и смажу бока формы а теперь важный секрет для того чтобы запеканка меньше оседала нужно чтобы формочка была небольшая и слой запеканки был повыше чтобы поверхность запеканки приобрела красивый вид ее можно слегка смазать сметанкой конечно это не так легко потому что сметана густая попробуем духовка у меня уже давно разогрета я сейчас ставлю запеканку на температуру 180 градусов минут на 40 или больше до красивой золотистой корочки вот так высоко поднялась уже запеканка но так делать нельзя нельзя открывать дверь духовке потому что она может осесть вот сантиметра на 2 наверно над формой запеканка была поднята а теперь она осела а ну ка пахнет очень аппетитно настоящей запеканкой класс очень вкусная очень нежная и очень сочная думаю намного вкуснее чем в детском садике друзья если вам понравился рецепт как сделать быстро легко вкусную запеканку ставьте такие огромные огромные лайки подписывайтесь на мой канал и помните кухня это самое спокойное место